В день памяти пророка Божия Ильи, епископ Меликеский Чердоклинский Деодор, совершил божественную литургию в Преображенском кафедральном соборе Димитровграда. Имя Илья, или как оно правильно звучит по-еврейски «Эль-Яху», означает «Яхве мой Бог». Существует мнение, что это имя пророк взял в себе во время противостояния со жрецами Ваала. Пророка Илью чтят христиане, иудеи, мусульмане и в каком-то смысле даже язычники. Святой Илья был пророком в Израиле в IX веке до н.э. Он воскрешал мертвых, низводил Божьей силой огонь с небес, проповедовал против идолопоклонства. Как в иудаизме, так и в христианстве считается, что Илья был взят на небо живым. Где же родился пророк Илья? Иорданцы уверены, что это случилось именно в их стране – Иордании. Местные экскурсоводы вслед за иорданскими историками утверждают, пророк Илья родился в районе современного Аджлуна в селении Листиб. Якобы здесь и располагалась древняя Фесва. Не подтвердить, не опровергнуть эту гипотезу пока никто не смог. Серьезных раскопок в районе Аджлуна не было. В Киевской Руси пророка Илью почитали еще до крещения князем Владимиром. Один из самых первых храмов, построенных в Киеве во время правления князя Игоря, был посвящен пророку Ильи. Святая равноапостольная княгиня Ольга после своего крещения построила храм, также посвященный пророку Ильи. 2 августа в России также отмечается День ВДВ. Воины в голубых беретах отмечают свой праздник широко, а те из них, кто исповедует себя православными, не без гордости вспоминают, что в этот же день церковь вспоминает пророка Илью. Поэтому в последнее время пророка Илью все чаще называют покровителем воздушно-десантных войск. Пророк Божий Илья был явлен и в Новом Завете, когда Господь наш Иисус Христос совершил чудо преображения на горе Фаворской, ему в этот момент предстояли пророк Илья и пророк Моисей. И свидетелями этого чуда были Петр, Яков и Иоанн, апостолы. Илья и Моисей беседовали со Христом о предстоящих Ему страданиях в ограде Иерусалиме, о смерти на кресте, о сошедствии в преисподнем и о Его славном воскресении из мертвых, и укрепляли Христа в предстоящих подвигах. Также мы сейчас с вами слышали в молитве к пророку такую весьма интересную вещь. Мы просим пророка о наших властях. Мы просим, чтобы пророк умолил милосердного Господа, и чтобы Бог благословил наших начальствующих, наших президента, губернатора и прочих, 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 сколько их есть. Но что мы говорим о молитве? Пророк Божий Илья, помолись, чтобы Бог милосердный укрепил наших начальствующих в добрых делах, чтобы они заботились о стране нашей, чтобы они заботились о народе нашем. Пресс-служба Меликесской епархии.